Добрый вечер, уважаемые школьники, выпускники и выпускных классов. В нашем институте, в Аграрном университете, вернее, есть факультет ветеринарной медицины и биотехнологии. На этом факультете есть специальность, которую называют зоотехния и ветеринарный врач. Вот эти две специальности, или на этих двух специальностях изучают предмет, очень интересный. Этот предмет называется птицеводство. Птицеводство занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Отрасль эта очень нежная, хрупкая отрасль и требует большого внимания со стороны человека. Наша птица домашняя, она называется домашней лишь потому, что она домашней приручена сначала, потом одомашнена. И, значит, содержится в домашних условиях и приносит какую-то пользу человеку. Поэтому она называется домашней. А сельскохозяйственная птица она называется лишь потому, что она, значит, выращивается и развозится в отрасли сельского хозяйства. Птица, вы, может быть, и знаете, ученики в биологии, что птица произошла от диких птиц. Вот, например, куры произошли от дикой банкирской курицы. Есть на слайде, посмотрите на слайде. Значит, есть дикая банкирская курица. Утки произошли от дикой утки-кряковы. Гуси произошли от дикого серого гуся. Индейки произошли от индейки Северной Америки. Южная, Южная Северная Америка. Эти птицы, вот, например, дикие утки, есть у нас и в Оренбургской области. Встречаются дикие гуси, дикие индюки по сей день идут, есть на Филиппинских островах. Дикие куры тоже, банковские куры есть на Филиппинских островах. У нас их, вот этих птиц дикой, нет. Но дикие птицы, как вы посмотрели на слайдах, были очень мелкими. Имели порой серую окраску. То есть ту окраску, в какой сфере они выращивались. Жили они стаями, стадами. Они никогда не подразделялись на породы. В настоящее время наши птицы сельскохозяйственные разделяются на породы. Порода – это большая группа животных или большая группа птицы, созданная трудом человека на научной основе и, значит, приносит пользу человеку, значит, происходящей от выдающихся предков или от своих предков и, значит, передает свои качества потомству. Вот эта группа большая называется породой. У нас наши оренбургские птицы, фабрики всей страны, значит, выращивают птицу породную или кроссированную кроссы. Значит, породы кур у нас основные в Оренбургской области. Эта порода была, первая порода была легорн. Вот на слайде она слева. Это порода легорн. Яйценосская порода – это яичное направление продуктивности. Белые окраски – это порода. Сносила яиц где-то в пределах 260-280 штук в год. Ну, живая масса их была где-то 1,8 кг. 2 кг. Мясо, следующая порода у нас была, значит, ломан-браун. Хайсикс белый, следующая порода. И ломан-браун, вот эти все породы, они, значит, второй и третий слайд. И есть еще порода русская белая, которая у нас, значит, разводится и даже разводилась, вернее, в Оренбургской области. Мясо яичной породы. Мясо яичной породы у нас в Оренбургской области. Они есть, правда, мы их не разводим в чистоте, но они есть кросса от них. Примут рок-порода вот слева на слайде и справа на слайде корниш порода. Эти породы американские, разводятся они в Америке, но поступили к нам. И мы с ними работаем, с этими породами. И мясного направления продуктивности – это породы. Кохи-корниш порода, брама, значит, кохин-хин. Три породы у нас, у нас их, этих пород, только корниш, есть чистая мясная порода корниш, они у нас имеются. Декоративного и спортивного направления птиц. Смотрите, какая интересная декоративная. Первый бойцовый птица – это курица, которые выступают у нас на выставках, в ресторанах, в кафе выступают эти птицы, участвуют в драках. И, естественно, эти производители, которые воспитывают этих птиц, они очень большие деньги за них получают, за этих бойцовых петуков, бойцовых кур. Порода, значит, павловские породы, вот эти вот коричневые, это павловские породы. Они тоже декоративные, они очень маленькие коричневые. Такой золотисто-коричневый цвет у них. Красивые курочки, петушки красивые, поют они очень хорошо. Это, значит, декоративные птицы. Есть галашейные птицы, и есть птицы вот китайские, маленькие, карликовские, вот галашейные внизу, а карликовые птицы – это вот у нас белые, они китайские, карликовые называются. Красивые, ножки у них опушенные, сами пушистые, значит, мелкий пух у них. Гуси у нас в Оренбургской области есть. Это рейнская порода и итальянская порода из гусей. Две породы, которые у нас в Оренбургской области сейчас разводят. Утки у нас разводят тоже две породы. Это пекинская порода, чистая породная группа. И на основе пекинской породной группы, значит, у нас вывели кросс-благоварский. Правда, не у нас, а башкирии, но они у нас есть. И мы разводим сейчас вот пекинскую породу уток и кросс-благоварский. Есть немного мускусных уток, и есть немного, значит, уток, этих черных уток, такие мускусные черные утки. Цесарки у нас разводились в Оренбургской области и довольно-таки было достаточно приличное количество их на птицефабрике спутника Оренбургской области. В настоящее время их не разводят, в связи с участившими случаями гриппа, их, птичьего гриппа, их не разводят. То есть они летают, способны к полету, эти цесарки, и переносят больше восприимчиво к птичьему гриппу, и их поэтому убрали. А вообще цесарки есть белые, крапчатые цесарки, черные цесарки. От птицы что мы получаем? Естественно, хорошую продукцию. Это мы получаем яйцо в первую очередь. Да, еще, я, наверное, про птицинцов не сказала, да? Да, яйцо мы получаем от птицы. И вот эти птенцы, сейчас я вам покажу на слайде, откуда же они, вот эти суточные птенцы берутся? Посмотрите, цыпленок, посмотрите, утенок, гусенок, индюшонок. Какие они маленькие, какие они красивые, желтые, пушистые такие, а как они хорошо разговаривают с человеком. Они, правда, очень трусливые, но они разговаривают очень хорошо с человеком. Поэтому вот на них нельзя без любви смотреть. Именно любить надо эту птицу. И по всей видимости, кто любит вот эту птицу, я думаю, что он не изменит своему мнению, а будет и в дальнейшем работать уже с маленькими птицами, и со взрослой птицей, естественно. Яйцо мы получаем от птицы. Птенцы вот эти берутся, естественно, из яйца. Выводятся они из яиц. Из яиц. Наука, занимающая изучением яиц, качеством яиц, называется, как вы думаете, может быть, кто-то и ответит мне потом в письме нашем, а вообще эта наука, которая занимается качеством яиц, изучением яиц, называется оология. Может быть, многие даже не знают это. В настоящее время, значит, от птицы мы получаем два вида яиц. Это племяные яйца, которые оплодотворены, из которых получаются вот эти маленькие крохи. И получаем товарные яйца. Товарные яйца делятся на диетические яйца, на столовые, на холодильниковые и так далее. Значит, вот инкубационное яйцо, показано яйцо кур инкубационное, закладывает на инкубацию вот такое количество инкубатора яиц. Инкубатор у нас имеет в Оренбургской области разных марок, но в основном мы работаем на универсал, и Ерманской еще фирмой работает новый хэштег инкубатор, работает на фабриках. Инкубационные яйца уток, вы видите, они покрупнее немного, инкубационные яйца уток. А вот инкубационные яйца гусей, они вообще крупные, и масса яиц очень высокая. Значит, таблицу. А это таблица на яйцо индейок тоже не очень. Вот, смотрите, сроки инкубации. Значит, вот эту таблицу вы можете себе записать и посмотреть потом, чтобы знали сроки инкубации. Значит, куры насиживают или инкубируют яйцо куриное 21 сутки, 21 день. Утиная индейка, индейшиное яйцо, мы инкубируем 28 дней. И гусиное яйцо инкубируется 31 день. То есть в эти дни уже полный массовый вывод идет. Масса яйца. Масса яйца различная. Зависит она и от породы, и от возраста, и от кормления, естественно. И от наследственности зависит тоже масса яйца. И вот масса яиц кур примерно от 58 до 75 граммов где-то. Это крупные яйца, уже 75 граммов. Утиные и индюшиные яйца где-то масса 80-90 граммов. Гусиное яйцо где-то в среднем 140 до 200 граммов. Но есть яйца и полученные, и от кур очень высокой массы. Вот, например, 25 февраля 1956 года. Курица Бланш, порода Егор, снесла яйцо массой 454 грамма. То есть, значит, с двойным желтком, два было желтка, и двойной с кормукой. В июле 1971 года в Америке, в августе 1977 года у нас в России фиксировалось яйца по 9-9 желтков в каждом яйце. А в 1936 году курица, значит, высиживала яйцо длиной 31 сантиметр и шириной 23 сантиметра. Высиживало это яйцо. В 1965 году в Америке курица снесла яйцом массой 165 граммов. То есть, как гусиное яйцо. Вот такие яйца мы можем тоже получать и от курицы. Только надо, наверное, работать, работать и работать. И заниматься наукой. За первые два месяца жизни птица увеличит свою массу в 40-60 раз. То есть, рождаются, например, цыплята рождаются массой, выводятся из яйца массой 35 граммов. Гусята рождаются массой 100 граммов. Утки, утята рождаются массой 58 граммов и так далее. А вот в 40-60 раз за первые два месяца они увеличивают массу. И вот, например, в возрасте 49 дней, 56 дней уже живая масса цыплят, бройлеров, достигает где-то в пределах 2-300 килограммов. То есть, тушка уже бывает примерно 800 граммов. Что же содержится в яйце? Яйцо состоит, значит, из белка, желтка и скорлупы. Белка где-то содержится в среднем 58%, желтка содержится 32% и скорлупы содержится в пределах 11-13%. Что же содержится в самом яйце? Чем оно питательное? Положено человеку съедать в день почти яйцо. И по нормам уже 352 яйца мы должны съедать. В 2020 году 352 яйца в год должны съедать. То есть почти яйцо каждый день мы должны употреблять. Что в нем содержится, зачем мы его едим? Там незаменимых аминокислот, белок состоит из белка, белок яйца состоит из белка, а белок состоит из незаменимых аминокислот. Это диетический продукт. Вы скажете, холестерин и там много в яйце? Ничего подобного. Холестерин, содержащийся в яйце, он никакого отношения к нашему организму негативного не проявляет. Поэтому яйцо не вредно есть. И каждый день желательно человеку употреблять яйцо. Содержат витамины. Витамины какие яйца? Витамин А, Д, Е. Ведь ни в одном корме в чистом виде витамина А, Д, Е нет. Абсолютно нет. Ни в одном корме. А вот именно в желтке яиц содержатся эти витамины в чистом виде. Есть еще и каротиноиды. А каротиноиды это провитамин витамина А. Поэтому как бы им какие корма мы не ели, а вот если мы желток яйца съедим, то естественно эти витамины получим себе в организм. В яйце содержится большое количество микроэлементов. И таких микроэлементов, которые богаты, которые бедны продукты, а значит яйцо именно богато продукт этими микроэлементами. Это железо, которое при недостатке железа получается болезнь анимея, то есть недостаток железа. Далее, йода, содержится достаточно количества йода в яйце, а сейчас вообще готовят яйца айдированные, селеносодержащие яйца, селено обогачают яйца. Поэтому эти яйца содержат эти питательные вещества, без которых жить человек естественно невозможно. И я думаю, что если кто-то будет работать в яичном птицеводстве, то будет знаком с состоянием яйца, будет знаком с питательной ценностью яйца, и не ошибется, работа чистая, зарплата хорошая. Я думаю, что в яичном производстве работать можно всем. Далее. Я сказала, что есть диетические яйца. Вы подумайте, какое же диетическое яйцо-то? Это не то яйцо. Некоторые отвечают, что это яйцо, которое пригодится для, вернее, нужно для больниц, для детей маленьких. Нет, диетическое яйцо, это то яйцо, которое срок хранения до 7 суток, не считая дня снесения яйца. 7 суток. Ну и там еще масса есть, в настоящее время массу не различают. А раньше было диетическое яйцо, менее 44 граммов, оно не считалось диетическим яйцом, оно просто было как бы не бракованное, это яйцо, брак. Поэтому диетическое яйцо, это не менее 44 граммов, и срок хранения до 7 суток. Столовое яйцо. Столовые яйца хранятся до 25 суток, при комнатной температуре можно хранить до 25 суток. Это столовое яйцо. И есть яйцо холодильниковое, которое в холодильнике до 90 дней при холодильниковой температуре хранят, это холодильниковое яйцо. И яйцо, которое длительное время храняет, до 6 месяцев, это и свистковое яйцо. То есть готовят в растворе известей, в висковом растворе. Это яйцо при низкой температуре. Кроме яйца, вот пищевое яйцо на сайте показано, кроме яиц мы получаем от птицы мясо. Самое лучшее мясо птицы это естественные дейки. Оно очень богато белком, содержит 23% белка и всего лишь навсего 4% жира. Дело в том, что говядина содержит 19-20% белка и жира содержит 11-13%. А это именно диетическое мясо мало содержит жира. Поэтому холестерина мяса птицы вообще не содержит или содержит очень-очень мизерное количество. Богато витаминами комплекса В, а комплекс В витамин необходим для чего? Вы, наверное, знаете, что этот комплекс В витамин необходим для расстройства нервной системы. Центральная нервная система расстроена и все, человек не может жить. Поэтому колет нам витамин В1, В6, В12, а это есть в мясе курица, этот витамин В. Витамин А есть небольшое количество, витамин Д есть небольшое количество в мясе и мясо богато микроэлементами. Да, еще и витамин Е есть в мясе, небольшое количество в мясе, и в мясе именно кур. Есть во всех мясах, но в мясе кур оно достаточное количество. Кто же не пробовал мясо? Суп лапшу из гуся, из курицы домашней, из курицы на птицефабрике, но только надо брать курицу несушку, которая пусть долго варится, но суп лапша объедение. Получается светлого цвета, цвет прозрачный. Получаются большие, крупные, желтые пятны на этой лапше. Конечно, лапша очень вкусная получается. А кто не видел или не слышал о цыпленке жареном, табака называет цыпленок табака, это вкус такой, и вот цыпленок табака, значит он готовится из цыплят живой массой, где-то 1,3 кг, 1,5 кг, 1,8 кг тушки. С полностью тушки готовится цыпленок табака, жарит его и очень вкусно. Что же такое бройлер? Вот на слайде, я думаю, что надо вам записать, что такое бройлер. Это мясной цыпленок, полученный от кроссов и линий специализированных и мясных пород, корниш и белый приутрок. Бройлеры характеризуются интенсивным ростом, высокими мясными качествами, высокой мясной скороспелостью и оплатой корма или конверсией корма продукции. Хорошо развитыми мышцами грудными. И, кстати, у птицы лучше всего есть мышцы грудные. Ножные мышцы, они содержат больше антипитательных веществ, чем грудные мышцы. И вот белое мясо в Америке, например, едят только белое мясо. Нам отправляют ножки в уши, поэтому мы питаемся больше ножками в уши. А когда вы будете работать, вы не будете этим заниматься, вы будете, наверное, представлять птицефабрике своей, представлять мясо именно белые грудные мышцы. Значит, следующий продукт, который мы получаем, это не продукт, а отходы, можно сказать. Отходы помёд. Помёд – это очень хороший, в высушенном виде подготовленность, очень хороший корм для жвачных животных. Добавляют сухой помёт, потому что птица много питательных веществ не переваривает, и они остаются с помётом. И вот эти питательные вещества поступают в комбикорм вместе с помётом, и животные хорошо поедают этот комбикорм, дают хорошую продуктивность. Сокращается при этом количество зернового корма, дача зернового корма, а помёд они употребляют. И помёт птицы, наверное, чуть ли не лучше органическое удобрение, которое среди всех помёдов. Навоз, например, органического удобрения нет, он меньше содержит питательных веществ, чем помёт птицы. Правда, его нужно разводить водой, когда поливаешь, например, плод овощной культуры, а если на растеневодство употреблять, то нужно его, конечно, подготавливать тоже. Нужен длительное время, нескольких лет, содержать его просто в этих хранилищах, а потом через 2-3 года увозить на растеневодческие поля. Следующий продукт, который мы получаем от птицы, это пух и перо. Ну, от кур не очень много пуха, там перо есть, перо содержит очин такой, наконечник пера. Вот в этом очин, это он грубый немножечко, или подушек, он не годится, этот ковриный пух или перо. А вот перо гусей и пух гусей, это годится для подушек, для всяких различных ватников, одеял различных, или как называют они, пуховиков, пуховиков, одеял пуховых, подушек. Вот кто спит на подушках гусиных, с гусиным пером, не болеют аллергией, и сон, когда они спят на подушках, намного здоровее, этот сон и лучше, чем сон на искусственных подушках, которые в настоящее время есть. И пух гусиной славится в народе даже больше, чем гагачий пух. А вы знаете, гагачий пух царицы носили, мы сейчас его не носим, его и не видим, а тогда носили, вот именно сейчас пух гусиной славится. Наши занятия, наши студенты проводят занятия непосредственно на птицефабриках. До перестроечного времени в Оренбургской области было 10 птицефабрик, довольно-то большие птицефабрики. В настоящее время выжило несколько из них. Значит, птицефабрика Гайская, это на востоке нашей области. И все, кстати, директора птицефабрик, всех 10 в то время были за техники, выпускники за техники. Все заслуженные работники сельского хозяйства. Из них почти все имеют кандидатскую степень, степень кандидата наук. И два из них, директора птицефабрик, имеют степень доктора сельскохозяйственных наук. То есть эти птицефабрики непосредственно связаны с нашим учебным вузом. Они задают нам цель, они задают нам задачи, чтобы проводить научные исследования. И наши студенты занимаются, выполняют дипломные работы. Наши студенты выполняют научные работы, выполняют работы и в аспирантуре, и в магистратуре. То есть выполняют дипломные работы, магистрские диссертации, кандидатские диссертации. Есть возможность выполнять и этим заниматься наукой. Так как на птицефабриках имеется полная возможность, и птицефабрики нам представляют эту возможность работать, заниматься наукой. Вот птицефабрика Гайская. Выпускник нашего зоноинженера в Куте, это тогда был, и специальный из этих дней Малюшин Евгений Николаевич. Он в институте занимался спортом. Бегал, легкий атлетик был такой интересный, то есть общественной работой занимался. Он сейчас, у него на птицефабрике, сейчас много отраслевая птицефабрика единичного направления, хайсикс белый, у него птица, яйца у этой птицы очень крупные, до 75 граммов, белого цвета яйцо. И, значит, у него птица сейчас более 600 тысяч птиц такой яичной и где-то 290 тысяч молодняка. Интересный человек, с которым можно работать, работает много лет. У него, значит, на птицефабрике 3 кандидата наук и 11 специалистов и работников награждены почетными званиями. Или работник там птицеводства, или работник сельского хозяйства, и так далее. Птицефабрика Гайская. Следующая у нас птицефабрика, на которой, значит, это птицефабрика Родина. Она сохранилась в Сорочинском районе. На этой птицефабрике тоже выпускник сейчас директор, наш выпускник специально за техния. Это Мартыненко, кандидат наук, Мартыненко Сергей Сергеевич. Он доцент нашего университета, работает у нас здесь и работает директором вот этой птицефабрики. Птицефабрика тоже многоотраслевая. Там и разводки уток, и гусей, и кур яичного направления. Следующая птицефабрика, это большая птицефабрика, многоотраслевая. Это птицефабрика Солилетского района «Спутник», УАО «Спутник». Директор, доктор сельскохозяйственных наук, профессор нашего университета, депутат законодательного собрания Лукьянов Анатолий Федорович. В институте, обучаясь, он работал комендантом общежития. Учился очно и работал комендантом. Работа сложная, тяжелая. Он научился командовать, как говорится, в общежитии. И сейчас он отличный руководитель вот этой большой птицефабрики. На птицефабрике было почти около ста пород кур. Они и сейчас есть, но они в одном цехе содержатся. И просто содержатся как любительская группа этих пород. Просто для студентов очень интересно. Мы ездим на эту птицефабрику с студентами, работаем с этими породами и смотрим на эти породы. Мы работаем на птицефабриках, практику проходим на этой птицефабрике. К нам руководство птицефабрики очень хорошо относится. Там главный технолог наш университет тоже окончил. Затехник Ежов Юрий Петрович. Его жена Затехник, но она работает главным экономистом. То есть очень много Затехник. Следующая птицефабрика это Оренбургская. Она здесь недалеко от Оренбурга. Здесь вам представлен директор птицефабрики. Недавно ему исполнилось 60 лет и 30 лет его работы директором на этой птицефабрике. СИЗОВ, он доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный работник тоже сельского хозяйства, профессор нашей кафедры и нашего университета. Эта птицефабрика вообще славится и яйцом, славится мясом бройлеров, но, правда, они немножко его выпускают. Если бы дать средства нашим птицефабрикам Оренбургской области, они бы, наверное, завалили нас и птицей, и яйцом. Яйцо у них, у них хасси с коричневой породой, вернее, кросскур. У них яйцо коричневого цвета. Есть, правда, немножко белого цвета, но это от родительского стада получается. Яйцо такое. У них еще есть и родительское стадо. Оно славится не только в нашей Оренбургской области, славится в Башкирии, яйцо и мясо бройлеров Оренбургской области. И я думаю, что мясо бройлеров Оренбургской области, наши все Оренбургцы покупают только его. Это чистое, экологически чистое мясо. Я, например, курицу несушку возьму лично, куплю себе лично только с птицефабрики Оренбургской или с птицефабрики Сорочинской, или с птицефабрики Несушку возьмут свой Оренбургский спутник. Потому что я знаю, как их кормят, чем их кормят. Никаких биологически активных добавок они не добавляют, кроме тех, которые положены для расщепления корма и для того, чтобы для профилактики каких-то заболеваний у птицы. Вот это может быть так, не может быть, это и есть. Прививки всякие делают, но они не влияют. То есть не действуют на качество ни мяса, ни яиц. И поэтому, когда привезут в Оренбургской птицефабрике вот этого вот бройлера, она одна единственная птицефабрика, кроме золотого цыпленка, Оренбургский бройлер еще есть. А это птицефабрика Оренбургская, потому что некоторые путают. И на Оренбургской птицефабрике именно яйцо и мясо чистое, экологически чистое. И оно завоевывает. Вот Гайская птицефабрика, спутник Соленского района, птицефабрика Оренбургская входит в 300 лучших хозяйств России. И они входят в 100 лучших еще хозяйств, птицеводческих хозяйств, понимаете, лучших хозяйств. Они награждены и медалями, и золотыми медалями выставки. Участвуют постоянно на выставках их продукты, так далее. Тоже занимаются, да, первые, но не первые, а призовые места. У них хорошее яйцо, с хорошим названием даже. Вот они продают товарное яйцо. Рябушка яйцо, очень крупное яйцо. Купеческое яйцо, чуть-чуть ниже крупности. Гуревер яйцо. Малышок яйцо. Это яйцо, полученное малышок, от птицы, которая только начинает нестись. Оно мелкое все-таки по массе. Но некоторые предпочитают, и это яйцо от молодых мясушек. И яйцо крестьянка. Тоже эти все виды яиц завоевали, значит, медали на нашей центральной выставке в Москве. Птицефабрика Оренбургский бройлер. Это новая птицефабрика. Она была построена на базе Птицефабрики Россия. Оренбургский бройлер занимается только производством бройлеров. Значит, они забивают бройлеров и в 32 дня, и в 38 дней забивают бройлеров. Но я считаю, что нужно забивать бройлеров не менее 38 дней. Потому что мясо получается зрелое, сочное, нормальное мясо. А в 32 дня, я думаю, что еще рановато забивать этих бройлеров, потому что мясо незрелое становится. А вот эти приемлемые цены на нашу продукцию Птицефабрика Оренбургской области всегда, значит, высокое качество продукции. Вот что на сегодня привлекает наших покупателей. Для которых создана сеть торговых отделов, где можно всегда приобрести свежую, качественную и не очень дорогую продукцию. На всех Птицефабриках, значит, нашей Оренбургской области работают экономисты. Экономисты на пяти Птицефабриках Оренбургской области, выпускники зоотехнического факультета, зоинженерного факультета. И даже одна из них, зоотехник, она главный экономист вот этой Птицефабрики Оренбургской, Чимарева Литина Михайловна, имеет звание заслуженный экономист Российской Федерации. Так что можете и второй специальный способ зоотехни получить, это экономическая специальность. Правда, экономистов сейчас морем не будет, нигде не устроишься. В последние годы все больше внимания уделяется и на наших Птицефабриках, и вообще на Птицефабриках России переработке. Перерабатывают яйцо на меланж, на сухой порошок яичный делают, все применяется это в кулинарной обработке. Вот представлен здесь меланж, представлен сухой порошок, ранее был представлен, это из яйца делают наши Птицефабрики. А вообще Птицефабрики делают страны нашей или России нашей, и замороженный белок отдельно, и замороженный желток отдельно, И размороженные продукты яичные продают, и без клуб, и яйца просто смешанные продают. То есть большое количество продуктов, где-то 280 наименований, которые готовят наши птицефабрики именно в ЦК переработки из яйца. И более 300 наименований даже наши птицефабрики Оренбургской области готовят из мяса птицы. Более 300 наименований. Это разрубка. Это колбасы. Колбасы, правда, они добавляют в мясо птицы, в мясо свинины, в мясо говядины, но выделывают. Есть чистая мясная колбаса, которая называется птичья, из чистой мяса птицы. Консервы выделывают различные из мяса птицы. Разрубку различную делают. То есть сейчас вот, например, индюк. Есть вес индюков, масса индюков, да, весят индюки 25 килограммов тушка. Это рождественская птицефабрика Самарской области. Я сама лично была свидетелем. У меня там докторантка была, женщина. Вот мы проводили исследование там. И тушку птицы 25 килограммов индейки. Мы разрубили ее пополам. Было по 12,5 килограммов. И даже некоторые спрашивали, говорят, это что, баранина что ли? Или свинья может какая-нибудь тощая, такая длинная, большая, белая. Говорю, нет, это индейки. Никто не поверил даже. Вот такие индейки бывают массой. 25 килограммов. И естественно, если кормить, если по нормам и рационально отследить за всей, за птицей, то есть здесь мы получим вот эту вот продукцию такую. Индейку 25 килограммов я не куплю. И даже какой-то коммерсант не купит. Зачем столько 25 килограммов индейки сразу? Поэтому сейчас применяют разрубку на разделенной части. То есть разделяют на части. И тогда какую-то часть птицы я, естественно, смогу купить. И материально, особенно пенсионеры. И материально мне это выгодно купить. И я поем хорошее диетическое мясо. Проводим мы занятия на всех птицефабриках. Это мы ездим на экскурсию на Гайскую птицефабрику. Ездим на экскурсию на птицефабрику Соли Спутник. Сарочинскую птицефабрику Родина. Работаем на птицефабриках Оренбургский Бройлер. На птицефабрике Оренбургская и на птицефабрике ООС Путник Соли Лецкого. Здесь мы не вылезаем оттуда. Вели наши студенты. Постоянно проводим занятия. Здесь вот на слайде показано определение качества яиц. Значит, на слайде показано, как мы определяем качество яиц. Здесь морфологический состав, видите, на миллиметровой бумаге. Разбитое яйцо. И там показано, значит, сколько белка, какой процент белка, какой процент желтка измеряем. И какой процент скролупы в этом, то есть морфологический состав яйца. Определяем здесь. Определяем, значит, классификации яйца. Классификации яйца здесь производим. Отбираем мелкое яйцо, разбитое яйцо, треснутое яйцо, грязное яйцо, крупное яйцо, слишком крупное яйцо, двух желтковых отбираем яйцо. И оставляем только на желтковые яйца. Значит, и сортируем их на категории. Здесь тоже классификация яйца идет. Сейчас классификация яйца идет автоматически, не вручную. Есть специальные во многих цехах нашей Оренбургской птицефабрики, птицефабрики Гайской и в спутнике. Есть специальные машины, которые сами сортируют яйцо. Очень интересно. И птичница-оператору, она только следит за тем, чтобы не попало какое-то яйцо. Ну, может, бывает перебой. А так вообще это сортирует. Так, вот изучаем мясную продуктивность птицы. Мы цех убоя посещаем, не посещаем, а работаем в цехе убоя. Мы навешиваем, или наши студенты навешивают птицу, навешивают на эти кольца эту птицу. И птица по транспортуру попадает на электроогрушение. Электроогрушение производят. Затем птица попадает на забор крови. Значит, кровь забирают или же проколом, или же разрезанием шеи беременной вены у птицы. Кровь. Иногда раньше собирали эту кровь на кровяную муку. В настоящее время просто эта кровь идет на утиль. Далее идет на эти тушки, идут на обработку от пера. То есть, ощипка идет. Ощипка идет, это пера, пуха идет, ощипка идет. Затем охлаждение тушек. И тушки попадают, значит, на сортировку. Сортировщица сидит и ставит клеймо на тушку. Какой это сорт или какая-то теория тушки. Вообще сейчас сорта тушек. Первый сорт, высший сорт или же второй сорт. Или несортовая тушка. Несортовая может получиться от того. Или какой-то разрез получился на тушке. Или, может быть, птица стукнулась обо что-то перед убоем. Появились какие-то вмятины или же просто кровоподтеки появились. Или же большие колчки или пеньки на тушке. Значит, тушка, птица не готова к убою была. Поэтому попадает такое, что она отстала в росте чуть-чуть. И линьки не подвергалась. Обычно птицу забивает, когда уже линька пройдет. Когда уже пеньков нет. Или колчков вот этих вот нет на птицах. На разделке. Занимаемся разделкой тушек птицы со студентами. То есть сами же студенты не пробуют, а учатся. И потом уже осваивают. Потом идут туда и на работу, на практику идут разделкой. Конечно, с машинами работать очень осторожно. Но наши студенты справляются. Затем мы посещаем колбасный цех на птицефабриках. Производят колбасные цеха. Они производят колбасные, значит, деликатесы различные, рулеты. И мы, значит, и мы собираемся. И, значит, занимаясь мы разделкой тушек. Занимаемся, вернее, колбасным производством. Тоже студенты от начала, от технологии, значит, убоя птицы. От обвалки птицы. Это отделение мяса, мякоти от костей. Студенты занимаются сами. Отделяют мякоть. Поступает эта мякоть в кутер или в фарш-изготовитель. Изготавливают студенты фарш. Смешивают этот фарш с другими видами мяса. И поступает в кутер, где поступают различные спецдобавки. Эти добавки специальные состоят из соли, из нитрита натрия, чтобы окраска мяса птицы не испортилась, а была такой же окраски, как в этой вот колбасе. Вареные колбасы готовят, сырокопченые. А рулет из птицы, из чистой птицы, если вы не кушали, то покушайте очень вкусный рулет из мяса птицы. Готовят тоже на наших птицефабриках. Таблица, да. И вот в настоящее время, если вы выберете специальность птицеводства, специальность за техними, где можно именно узнать все тонкости о наших птицах, мы изучаем и диких птиц. Мы изучаем птиц вот этих наших домашних всех. Начиная от выращивания, от маленьких птенцов, и заканчивая яйцом, мясом заканчиваем. И в настоящее время перед птицефабриками огромные задачи стоят. А задачи какие? Это, во-первых, увеличить продуктивность птицы. Как увеличить? Путем лучшего, нормированного, сбалансированного кормления. И хорошего содержания. Хорошее содержание у нас мы добиваемся, вроде бы. Потому что сейчас, в настоящее время, на многих птицефабриках имеются клеточные оборудования импортного производства. В Германии, Испании, Италии. И это клеточное оборудование позволяет нам помещать в один цех, в напольном содержании, которое было где-то 30-40 тысяч птиц было. А теперь в этом напольном цехе содержится до 150 тысяч кур несушек птицы там. Столько мы кур от 90 до 150 тысяч. И мы получаем в день такое количество яйца. Все автоматизировано, механизировано все. Значит, сбор яйца механизирован. Уборка навоза или помета механизирован. Классификация яиц, сортировка яиц тоже механизирована. То есть, все здесь механизировано. И сейчас стоят задачи, чтобы увеличить производство мяса по нашей стране к 2020 году до 4,5 миллиона тысяч тонн. Это огромное количество. Когда наш Аденбургский, я вам говорила, мясо производит 4,5 тысяч тонн мяса. А нам надо столько. И мы должны употреблять мясо птицы 32 килограмма. Уже должны употреблять. А вот в 2020 году это опять вам, школьникам, будущим выпускникам нашего вуза, кто пожелает учиться у нас в вузе, вам предстоят вот эти задачи выполнять. Яйца мы должны употреблять, я уже говорила, 350 ваших яйцах. Какое количество миллиардов яиц мы должны приготовить, значит, яиц мы должны подготовить. Это 280 тысяч миллиардов яиц птицы. Вы можете записать вот эту таблицу и посмотреть на нее, что работы очень много. Это, во-первых, кормление, я уже сказала, сглансировано кормление. Кормить нужно комбикормами полнорационными, то есть те комбикормами, что содержали все питательные вещества. Надо знать еще и внутренне строение птицы, как она переваривает эти питательные вещества, этого комбикорма. Перевариваемые питательные вещества. Надо знать, как содержат птицу, чтобы оптимальный микроклимат в помещениях был у этой птицы. Если содержат в клеточных оборудованиях, значит, в клетках, там есть компьютерная обработка этого микроклимата. Там уже нельзя плюс-минус с микроклиматом шутить. Там компьютер говорит перебой, где перебой, где не перебой есть. И там есть, значит, имеется компьютер. А вот в напольном содержании там нет компьютеров пока. Там можно только лишь температуру воздуха компьютером определить. А так в основном все определяют вручную. Висят приборы различные, развешивают в напольном содержании. И, значит, надо следить за сухой, чтобы подстилка была именно сухой при напольном содержании. Далее. Ну, все птицы фабрики занимаются научными исследованиями. И если мы не будем знать, или специалисты не будут знать новое передовое птицеводствия, то, конечно, мы будем отсталыми. А если будем знать, и это вам, молодежи, естественно, надо знать все новое передовое птицеводствия. Как получить качественное, экологически чистое яйцо, экологически чистое мясо с высоким качеством, чтобы большое содержание протеина содержается в белка в этом мясе, в этом яйце, Это, естественно, тоже задача большая и очень большая. Это не только надо корма, чтобы кормить кормами только белковыми, а надо кормами кормить именно, чтобы было оптимальное соотношение питательных веществ в этих кормах. Вот тогда мы получим хорошее яйцо и мясо. Далее, надо закупать оборудование хорошее. Оснабдить наши птицефабрики оборудованием. Опять задача большая. Надо знать специалисты, чтобы были хорошие. Чтобы специалисты знали не только разведение и ведение этой птицы, а именно знание этого оборудования. Если будут знать специалисты оборудования и работать с фабрикой, это оборудование и работать на нем будут уметь, то, естественно, они будут справляться, получать хорошую продукцию. И все сходится от того, чтобы получить хорошую продукцию. И я думаю, что кто поступит к нам в университет на факультет ветеринарной медицины и биотехнологии, не все еще, и биотехнологии, это значит на специальности ветеринарный врач и зоотехния, то не ошибетесь. Выбирайте эту профессию. Я, например, сама тоже окончила злоинженерный факультет, работала на птицефабрике Оренбургской, старшим зоотехником, а теперь в Оренбурге, вот здесь, в Гранном университете, доктор наук, профессор. Сейчас мы посмотрим птицефабрику Спутник Солиатского района, где наши студенты проходят практику и проходят учебные занятия. Значит, вот клеточное оборудование представлено. Вот, значит, вот клеточное оборудование. Здесь клеточное оборудование цех на 90 тысяч кур. Посмотрите там, как куры едят или клюют корм из кормушек, кормушки горизонтально поставлены. Транспортер стоит, где собирают яйца по транспортеру. Стоит, значит, поилки есть, в клетках, в каждой поилке есть ниппельные поилки. Куры, значит, сами подходят к этой ниппельной поилке, нажимают на ниппельную поилку и получают воду, чистую воду, пьют постоянно чистую воду. Здесь это вот вентиляторы показывают, указывают на микроклимат в помещениях. Это помёт, разбор помёта. Всё мы изучаем, химический состав помёта изучаем. Изучаем, значит, все показатели, которые получают. Вот сбор яйца идёт. Транспортерная мягкая лента, яйцо не разбивается, идёт на сортировку. Вот курс хайсик с коричневой, кросс хайсик с коричневой взрослой курицей яйценоской породы. Это пульт управления, с которого, значит, управляется весь цех по содержанию плуней сушек и яичной породы. Это вот пульт управления. Зелёная кнопка горит, когда в цехе всё нормально, и красная кнопка загорается, тогда, когда что-то сбой есть или в температуре, или влажность, или в поении, или в кормлении, или пыль большая и так далее. Вот на пульте управления здесь показаны кнопки, и на этих кнопках показано, в чём идёт сбой. Здесь вот, смотрите, классировка, и с классификацией, и здесь упаковка показана, есть тоже наши студенты. Вот транспорционные ленты, сами становятся за транспорционную ленту и классифицируют яйцо. Значит, разбивают её на сорта, это яйцо, ведут сами упаковку, производят яйца в эти подложки, и эти подложки помещают в коробки. Коробки по 360 штук в каждой коробке яиц, а в упаковке 30 штук яиц куриных. Это комбикормовый цех, то есть, куда комбикорм привозят и хранят в этих комбикормах. Занимаемся тоже приготовлением рецептов комбикормов, мы составляем рецепты комбикормов в университете, а туда привозим готовый рецепт комбикорм, по которому нам уже делают. Это декоративные куры, очень интересные, очень много пород, я уже говорила, что на этой птицефабрике около 100 пород декоративных кур. Очень интересные, маленькие такие, и сейчас есть в этом цехе. А это содержание уток показано, потому что у них на птицефабрике разводят уток, гроссы, благоварственные. Это гуси, а, да, это цесарки, вот были цесарки на этой птицефабрике. Кстати, яйцо цесариное очень вкусное, более питательное, чем куриное или другое яйцо, но только толстые скокупалы этого яйца, слишком толстые. Это содержание уток, напольное содержание гусей. Вон там гравий насыпан для того, чтобы они потребляли этот гравий, этот песок, чтобы лучше переваривалась пища. Мышечно нужна птица. Это разные породы птицы. Мы тоже изучаем со студентами эти породы. Когда породность изучает, породы показываем студентам, сами смотрим их. Перей не смотрим, рост пера смотрим. Вот, да, вот эта птичка, видите, какая-то древняя. Разные птицы есть. Разных пород. Около 100 пород. Сам директор занимается, очень любит, он фанатик в этих турах. Как только ты начнешь разговаривать про птицу, он прям бедненький и весь отдается, вот именно птицеводству. Он и покажет, и расскажет, как и что, и откуда-то что берется. И он так их любит, и целует этих птичек. Любить надо птицу, чтобы поступить к нам в институт. А это легкая отрасль. Да, и сейчас вот мы покажем вам еще и Оренбургскую птицефабрику. Вот птицефабрика Оренбургская. Значит, на этой птицефабрике около миллиона кур. Значит, с яйценосской породы. Поголовью, вернее. Из них, значит, четыре с половиной тысяч тонн, они производят мясо бройлерное. Есть отельные цеха. Тоже наши студенты здесь. Мы вот с студентами в цехе кур несушек. Значит, у них и другая порода. Это хайсик с коричневыми яйцами, с коричневыми скорлупой. Многие спорят об этом, что в яйцах с коричневыми скорлупой больше содержится железо, йода, сирена якобы. А многие литературные данные имеются так, что одинаковые. Что яйцо с белой скорлупой, что яйцо по питательной ценности равно яйцу с коричневыми скорлупой. Поэтому тоже этот вопрос на изучение. Это цех тоже показан по производству яйца. Что еще у нас тут есть? Это цех комбикормовый. На каждой птицефабрике есть комбикормовые небольшие заводики. Сами они из своего, из собственных кормов изготавливают, значит, комбикорма и скармливают птицы. Если недостаток комбикормов своих, из своего собственного производства они производят, то закупаются комбикормовые заводы. Но он кусается, этот комбикормовый. Комбикорм из заводов, он очень дорогой, поэтому лучше производить самим. Если сырье есть, то лучше, естественно, самим производить. Это машина, это мы тоже со студентами, будет управление, где составляют рецепты комбикормов. И получается готовый комбикорм, который идет уже на корм птицы. Для разных видов, для разных полувозрастных групп эти рецепты комбикормов составляет технолог и управляет этим вот составлением комбикормов. Один технолог, ну начальник цеха есть, а вообще технолог наш тоже пускница, девочек нашего заинженерного факультета управляет вот этим цехом комбикормовым. И тут сбор яиц показан. Идет классификация, сортировка яиц идет полностью. Это вручную, да? Здесь вручную идет. А есть машина, которая сортирует яйцо, очень интересно. Но на этой, с фабрики, здесь что, машина? Здесь на этой, есть здесь? Нет, на этой, в слайдах нет сортировки машины, потому что нас не пустили в этот цех, когда мы ездили сортировать. Это беременной цех, как раз распространялась болезнь зрипа птичьего, поэтому не очень-то пускают туда, на беременную птицефабрику. А так, на занятия, пожалуйста, мы все в халатах, в шапочках, в этих, бываем обувь, как в больнице, и идем на занятия. Занимаемся. Опять транспортировка яйца показана. Тоже изучаем транспортировку яйца. Как транспортируют яйцо, как хранят. Занимаемся реализацией яйца. Наши студенты сами реализуют яйцо. Значит, находят места сбыта и помогают птицефабрике сгибать яйцо. Вот, наверное, мы посмотрели несколько картинок и несколько фильмов, и посмотрели слайды несколько по птицефабрикам по птице. Я думаю, что вас заинтересовала отрасль птицеводства, и если вы придете к нам учиться, то мы будем очень рады. И я думаю, что многие из вас любят маленьких птичек, любят, значит, взрослую птицу, а уж мясо, наверное, еще больше любят. Поэтому я жду вас, и мы ждем вас в нашем аграрном университете. Спасибо. Аннеку, спасибо большое за подробный, интересный, эмоциональный рассказ. Позвольте пару вопросов, которые были и задавались. Если на вас звучат так, просят подробнее сказать, что такое кросс. Кросс – это спаривание, или это гибрид, может быть, вы знаете. Это спаривание особей, мужской и женской, разных линий. Линия материнская, есть линия, значит, эмоция, и отцовская линия. Вот это кросс. А тоже вопрос из того же плана о конверсии кормов. О конверсии корма – это сколько кормовых единиц, а сейчас в кормовых единицах не измеряют корма на птицефабриках, а в обменной энергии. Сколько обменной энергии приходится на килограмм живой массы птицы. Это конверсия. Спасибо. У вас в вашем рассказе, на слайдах, в фильме было довольно много простых оборудований. А вкратце, можно напишите, какое оборудование нужно для разведения птицы во объеме птичника одного? Там один цех, во объеме одного птичника, значит, там цех, примерно ширина этого цеха где-то 18-20 метров и длина где-то 90 метров. В этот цех умещается, раньше умещалось напольное содержание, я уже говорила, 30 тысяч кур несушек, взрослых я имею ввиду. А сейчас в этот цех умещается, есть клеточное оборудование, клетки различного. КБУ, КБУ-3, значит, есть клетки, есть клетки, значит, вот импортные клетки, испанские, итальянские клетки, клетки зуками, германские клетки. Есть в это клеточное оборудование, в это клеточное оборудование помещается в этот цех же 150, от 90 до 150 тысяч кур несушек. Поэтому вот такое оборудование есть. Спасибо, а вопрос такого плана. Где лучше приобретать поголовье для выращивания рапок подворья личного, либо небольшого ПФХ, Курбург, 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 Курбург. Если бройлеры, то у нас одна единственная птицефабрика торгует этими бройлерами маленькими, мелкими, суточными. Это для населения, это Оренбургская птицефабрика, это здоровая птица, я имею ввиду и по гриппу, по всем инфекционным и неинфекционным заболеваниям. Растет очень хорошо и падеж очень низкий, сохранность очень высокая. Если на кур не сушат, то можно на наших и на Гайске, можно суточный цыплят приобрести, можно на птицефабрике спутник приобрести и Оренбургская. Тоже здоровый молодняк, хорошо растет и сохранность высокая. Спрашивайте, а насколько много нужно ли препаратов для выращивания птицы? Ну знаете, в суточном возрасте, когда только цыплят мы получаем из яйца, сразу делают ветообработку. Аэрозольно, потому что каждого цыпленка не поймаешь и не сделаешь ему прививку. Аэрозольно делают. Там небольшая порция, потому что аэрозольно этот препарат разводят и просто сбрызлиют их. Затем производят еще. Если болезни нет, то производят, наверное, 3-4 прививки. Это небольшое количество. Не сказать, что большая себестоимость этой птицы зависит только лишь от этого прививки. Да, сказывается вето прививки эти на себестоимость, но не дорого. Обязательно эти прививки. Ну понятно, хорошо, отлично. Анаэк, вы помнули про индей, к концу говорим, пусковострады разведения индей. Как они такие большие, действительно, есть у нас желание взять ее и вырастить большую, чтобы получить такой же взял и 20 килограмм. Индеек у нас не разводят, разводят в небольшом количестве. Это птицефабрика Оренбургская, где-то кустоголов 200 содержит птиц этой. Сейчас на Смутнике 2000 индеек разводят. Но инкубируют яйца от Булавской инкубаторной станции. Инкубатор, вот колхоз Ленина здесь рядом с Оренбургом, индюшиное яйцо инкубирует со Ставрополь, берут они яйцо это. И инкубаторы нашего птицефабрика Спутник тоже инкубируют от индюшиное яйцо. И Переволонский индюшиное яйцо тоже инкубаторной станции от птицефабрики Оренбургской тоже инкубируют индюшиное яйцо. Можно купить, тоже, кстати, правда, индюшат они очень квелые, нежные такие, хрупкие, с ними много внимания, им надо делять, но они, естественно, не крупные. Наши индюши тоже весят не менее 12 килограммов в Оренбургской области. Гуси есть у нас в Холмогорской породе в Оренбургской области, тоже не менее 10 килограммов весят гуси. Мой сосед Сергей, админинаш-администратор, у него возник вопрос по Устраусу и Стравосоводству, а это в Оренбургской области есть или нет? Да, в Оренбургской области у нас есть одно хозяйство, это хозяйство Овчинниково, находится за Оренбургской птицефабрикой, за птицефабрикой Оренбургской, за станцией Каргалай, поселок Сергиевка, так и называется Стравусиная ферма Овчинниково. Значит, эта страусиная ферма содержит, ну где-то, наверное, 300-400 голов страусов, с высокой живой массой эти страусы. Страусы вообще бывают до 250-300 килограммов, в зависимости от породы. Есть порода эму, есть африканские страусы, вот, у нас есть эму, есть несколько африканских страусов. Но они работают так, только лишь для экскурсий в настоящее время. Мясо, попытались они, ну, мало ли что, может быть, ногу травмировался, страусы, не страусы, да, травмировался. Они, естественно, убивают этого страуса. Куда девать мясо? А мясо дорогое, 700 рублей килограмм. Поэтому рестораны берут, берут, потому что оно очень вкусное, нежное, диетическое мясо. Если можно, то и вы можете купить это мясо на этой вот ферме. Яйцо до полутора килограммов массы яйца, 700 граммов, полтора килограммов, тоже питательное яйцо, можно и яйца есть струсиные. Интересная информация. Вопрос напоследок, последний. А вот затрону вопрос практики студентов, что проходит действительно практика на предприятии спецоводства, показать довольно-то дорогу угольный цех. А девушкам, студентам не страшно в угольный цех заходить? Нет. Они сначала, конечно, каждый студент, каждый, который живет в городе, немножко боится запаха, немножко боится крови вот этой, да? Но на столе, ведь никто не боится, если не курицы лежат, жарятые. Поэтому нет, мы одеваемся так же, как в угольном цехе рабочие, и заходим в угольный цех. Ничего страшного. Раскачал живую, может, птицу видит, потом навешиваем на эти кольца, по транспортеру эта птица поступает на убой. Пожалуйста, если сильно боится крови в оброге падения, то, может быть, не подходить. Мы им разрешаем. Мы сразу на разделку отправим, там крови уже нет. А так вообще не боятся. Хорошо. Спасибо большое за подробный вебинар, за отличный ответ на вопросы. Говорим еще спасибо. Нашим зрителям данного встречи. Следующий встреч наш в четверг. Так, вверситет гады с днем.